Ненецкому автономному округу 80 лет. О культуре и традициях жителей Крайнего Севера мнение режиссера Национального театра «Иллипс» Ненецкого автономного округа Сергея Никулина. Здравствуйте, Сергей Константинович. Здравствуйте. Во-первых, с праздником. Спасибо. Все-таки каким образом нужно сохранять культуру северного народа? Или, может быть, и не надо ее сохранять? Да, конечно, надо сохранять. Все мы говорим, что любим север. Очень понравилась встреча в центре ремесел вашем, где был глава района, Сыктывдинский район, так я правильно называю. И вот он сказал, что любить край – это не значит, что я пришел к березке, прикоснулся, потрогал. Ой, как я люблю, а что-то делать для него? И поэтому, конечно же, здесь, в Нарьинмаре, мы стремимся что-то сделать для своего края, для своего округа. Вы режиссер Национального театра. Да, то есть я являюсь режиссером театра с 96-го года, с 1996-го года, когда создатель его, наш классик ненецкой поэзии, Прокопи Андреевич Евтеса, пригласил меня в театр. С тех времен я работаю с театром, и довольно-таки мне нравится работать с театром. Мы с тропой уже сроднились, потому что действительно здесь мы выполняем задачу, и мне это нравится, сохраняем именно традиции народа, традиции культуры. Скажите, все-таки, как вы набираете актеров? Дело в том, что уже как бы основной костяк к моему приходу сложился, и задача-то театра была заложена основателем. Это пропаганда ненецкого языка, потому что действительно так же, как и здесь, проблемы, те же в республике. Я язык не знаю, но тем не менее, выполняем эти задачи театра, пропаганда языка, потому что пока жив язык, жива культура, жив народ. А вот на какого зрителя вы ориентируетесь? У нас, в общем-то, раз это на основе фольклора, спектакля, постановки, то и мы рассчитываем, и воспринимает театр любой зритель, будь это детский зритель, будь это взрослый, и каждый видит и находит для себя в постановках театра то, что он хочет получить. Как подбираете репертуар? Репертуар у нас складывается. Во-первых, материал сохранился, то, что был создан еще Прокупианом Ричем Мефтысом, это на основе фольклора. Ну и сами наши, что удивительно, уже актеры создают материал, то есть приносят какой-то материал текстовой, написанные сказки, былины, легенды ненецкие, и мы их преломляем, уже превращаем в сценический вариант. И причем очень удивительно, вот у нас есть такая постановка, с которой мы ее приезжали сюда в прошлом году, в Сыктывкар, тундровые были, и это как бы вот такие небольшие новелки, и мы как вот мозаику складываем их, берем, вот сегодня у нас такая аудитория, мы берем несколько таких набор вот этих новелок, на следующий спектакль, другой. И сами актеры, действительно, вот Матрена Ивана Анатолея у нас, поэтесса, она здесь была, она в составе театра, она сама сделала, причем, когда они ездили к ненцам и неналичникам, поставили спектакль, «Хитрый хэготи», мы его здесь показывали. А когда они его привезли летом, они самостоятельно ездили, там несколько человек, и взяли, поставили там этот спектакль, эту легенду. И затем осенью было интересно, когда они привезли, показали мне, я говорю, ну, молодцы, вы уже вообще профессионально делаете все это. И мы чуть-чуть подправили, только как режиссеры, и все. И вообще задача у нас стоит не портить ничего, а вот чуть-чуть подправить, и в этом есть прелесть. Потому что, если мы будем стилизовать, мы уйдем от этого. В прошлом году театр, с театром мы побывали на днях Ненецкого автономного округа, в Ямало-Ненецком автономном округе. И вначале наш театр, и ездил также с нами, вот ансамбль Мейнбава из Нельминоса, фольклорно-национальный ансамбль. И вначале ямальцы восприняли нас, ну, которые профи, занимаются, репетиции видели наши. Они тоже готовились к заключительному нашему совместному концерту. И они так несколько скептически. Мы думали, что-то там привезли такое, какое-то ископаемое. Что-то все-таки коряво как-то, ну, не так гладко, как у них это блестяще. Уже и костюмы шикарные, блестючие, и уже и стилизация какая-то, вот, и эстрада. Шоу. Да, 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 и шоу, действительно, одним словом, шоу. И когда уже в завершении дней выступали мы и выступали они, значит, руководитель департамента уже на заключительном вечере сказал, молодцы, как больше, как можно дольше сохранить вот эту, так скажем, самобытность. Потому что мы-то, говорит, уже это, себя в Салихарде по многому потеряли. Спасибо, Сергей Константинович, за точку зрения, за интересный разговор. Спасибо вам, спасибо всем, кто принимал здесь нас в Сыктывкаре. Говорят, что в одну и ту же воду нельзя войти дважды. Я с этим высказыванием поспорил, в данном случае прилагаю к Сыктывкару, потому что в прошлом году Васильевцем побывал здесь, и в этом году опять я вступил в ту же реку. Дружелюбие, понимание, мир творчества. И пожелаю всем вам в Сыктывкаре, всех, кто занимается народным творчеством, успеха, процветания. Спасибо большое. Надеюсь, вы вступите в эту реку еще и третий раз, и четвертый, и пятый. Я тоже так надеюсь. Спасибо. Таково мнение о культуре и традициях жителей Крайнего Севера, режиссера Национального театра «Иллипс» Ненецкого автономного округа Сергея Никулина.